Красивую круглую дату отметил Народный университет города Искитима. 13 декабря в Доме культуры молодости состоялся юбилейный вечер, посвященный вручению дипломов выпускникам. 5 лет – первый большой юбилей, но за эти годы на разных факультетах университета прошло обучение свыше 600 человек. В 2014 году получили диплом 184 студента, в 2015 – 156 человек, в 2016 – 118, в 2017 году – 116 человек, в нынешнем, в 2018 году, 112 студентов прошли обучающие курсы на пути получения диплома. В 2014 году в городе Искитиме стартовал новый проект – Народный университет. Инициатором и идейным вдохновителем этого проекта стала Ирина Владимировна Порох. Учитывая опыт города Карамай, Китайской Народной Республики, и для того, чтобы организовать жизненное пространство людей, которые вышли на заслуженный отдых, мы и открыли этот Народный университет. В разные годы студенты обучались на таких факультетах, как компьютерная грамотность, музейная школа, эмоциональная саморегуляция, духовное возрождение и основы православия, сад-огород, ландшафтный дизайн, прикладное творчество, иностранные языки и многое другое. И каждое из направлений имело большую популярность и востребованность. К работе было привлечено более 70 преподавателей. Оказывали содействие Народному университету 28 государственных учреждений и организаций, индивидуальные предприниматели и просто волонтеры города Искитима. От имени Совета университета и его слушателей мы выражаем огромную благодарность всем, кто принял активное участие в работе нашего университета. И я надеюсь на то, что в нашем университете в скором будущем будет работать еще и школа для девочек, где они смогут правильно вести домашнее хозяйство, учиться ухаживать за малышами, научиться вкусно готовить, уметь правильно, красиво одеваться и ухаживать за собой. У нас еще много разных интересных идей, и мы вместе обязательно их, я думаю, притворим в жизнь. Глава города отметил, сколь впечатляюще полезным оказался для Искитима этот проект и выразил уверенность, что это большой опыт и хорошее начало для дальнейшей его реализации. Это действительно очень важный социальный проект, потому что благодаря ему, как мы сегодня услышали, более 500 жителей города Искитима старшего поколения получили, во-первых, новые полезные знания, во-вторых, приобрели новых друзей, в-третьих, как мы услышали, получили новый импульс к новой, дальнейшей интересной жизни, и, конечно, все это стоит очень дорого. Еще и потому, что вот этот университет, он выполнял, наверное, такую функцию, что помогал и местным органам власти, и федеральным органам, и службам, разгружая их от рутинной работы. Потому что, конечно, я о чем говорю, людям старшего поколения очень трудно самостоятельно разобраться и с новыми гаджетами, и с какими-то программными продуктами, и с какими-то банковскими продуктами. И вот этот народный университет, он, конечно, брал на себя функцию, я даже не побоюсь этого слова, государственных. Поэтому, конечно, большое спасибо всем. Почетными грамотами главы администрации города были награждены идейные вдохновители и реализаторы проекта «Народный университет». Особенно хочется сказать большую благодарность преподавателям, потому что, наверное, только в Иссетине у нас любят работать бесплатно. Вот. Другой такой проект в другом городе состоялся бы с большим трудом. Поэтому, когда они отработали, вот в школе особенно, компьютерщики, информаторы и так далее, занимались еще с вами, да и другие все направления, за это нужно сказать, конечно, огромное спасибо. Я думаю, что нужно открывать и новые факультеты. У Ольги Геннадьевны есть очень интересная идея по созданию собственного компьютерного класса. Это было бы замечательно, если бы это было в нашем городе. То есть тогда бы слушатели не бегали по школам, а в одном месте учились в компьютерной грамоте. Ну и, конечно же, Ольги Геннадьевны. Без нее и без вас этот университет не смог бы расти, развиваться. Ее неравнодушие, ее, вот, она вообще очень неравнодушный человек, восхитиме, не только к Народному университету, ко всему, что происходит в нашем городе. От общественного совета, членом которого является Ольга Геннадьевна, я хочу передать большой привет и от Виктора Генрихаевича, он сегодня на форуме, и от Раисы Ильиничны, и от всех, кто здесь присутствует. Мы говорим вам, что будем помогать и словом, и с ним надо, и делом. Поздравляем вас с пятилетиями, мы вас любим, ценим, и дай Бог вам жить дальше на радость близким и всем нам. Искитим действительно уникальная территория, где так самоотверженно люди помогают друг другу, так одухотворенно работают на безвозмездной основе за простую искреннюю признательность и благодарность. Кураторам факультетов, общественным деятелям и всем неравнодушным в разные годы способствующим развитию Народного университета были вручены благодарственные письма главой города. Особое внимание и отдельные слова признательности в этот юбилейный вечер звучали в адрес педагогов. Я уже неоднократно признавалась в своем восторге, потому что, мне кажется, то, что делалось и делается, это очень важное, нужное и полезное. Ну, еще можно много синонимов сказать, но это здорово, это точно здорово. И вот сейчас я понимаю, что через 10 лет, чтобы университет обязательно был, потому что через 10 лет надо выходить на пенсию, и надо, чтобы университет работал, чтобы было куда пойти и занять себя. Поэтому мы потом уже сновидную палочку примем и будем уже в рядах тех, кто занимается на всех этих факультетах. Ну и действительно, как в реальность педагогического прошлого, я понимаю, насколько это трудная и сложная дополнительная нагрузка на педагогов, поэтому здорово, что они смогли найти время, закаляться идеей и воплотить все свои желания, ну, наверное, это желание помогать быть полезным, нужным, и знания передавать. Поэтому спасибо большое и еще, конечно, за то, Ирина Владимировна, это вот вам лично, что вы когда-то позвонили и сказали, так, завтра урок приметит, будем думать. Есть идея. Вот за эту идею, к которой я оказалась причастна, вот большое спасибо. Поэтому всем еще порох в программнице. Ну и всего доброго, до новых встреч. За профессионализм и энтузиазм, проявленные во время образовательного процесса, педагоги были награждены благодарностями и памятными подарками. Поздравить юбиляров и создать праздничную атмосферу прибыли лучшие творческие коллективы и солисты города. Сами выпускники в составе танцевального коллектива также выходили на сцену, даря зрителям свое творчество. Вручение дипломов юбилейному выпуску Народного университета проходило в торжественной обстановке и постоянно сопровождалось взаимными словами благодарности студентов и руководителей. Мне уже прилично лет, но я хочу быть молодой, живой, так сказать, общительной. Поэтому постаралась узнать через людей, знакомых. Ну, пришла на одно занятие, пришла на второе. Меня затянуло это, так сказать. Делаю поделки и для себя, и для внуков. А сейчас у меня правнучка появилась, так что и правнучки. И привлекаю еще своих, так сказать, подруг. Мне очень нравится. Преподаватели, руководители настолько общительные, настолько доброжелательные. Даже вот уже занятие закончилось, а у меня кое-что там не получалось. Позвонила, я говорю, можно прийти? Ну, конечно, приходите. То есть люди отзывчивые, добрые. И хочется, чтобы оно было постоянно. Ну, сейчас вот посмотрела, вот меня бы интересовала компьютерная тоже, вот еще не занималась. Прикладное искусство в любом виде интересно, познавательно. Здоровье, благополучие, больше радости, оптимизма, жизненных, так сказать, высот достигать, которые еще не достигли в своем возрасте, как сказать, можно еще стремиться к достижению. Ну, и всем счастливо, радостно встретить Новый год. В будущее с надеждами и мечтами смотрит и ректор университета и прилагает максимум усилий, чтобы все идеи получилось реализовать на благо студентов. Мы хотим обязательно поучаствовать в конкурсе грантов, чтобы у нас был свой компьютерный класс, и чтобы у нас был свой преподаватель. И мы даже разговаривали о том, чтобы эти преподаватели были из числа студентов нашего монтажного техникума, там у них есть такое направление. И потому что мы уже неоднократно работали с ними по работе с сотовым телефоном. У нас в качестве преподавателей работают их студенты. Ребята замечательные, такие воспитанные, такие добрые, такие отзывчивые. И наши студенты их очень любят. В силу сложившихся обстоятельств и вот так вот, как жизнь складывается сегодня, вы знаете, я сама даже не верю в то, что это все происходит вот так вот на общественных началах. И когда в конце концов мы поняли, что это уже пять лет, ну это нам самим с трудом поверилось в это. Но я думаю, что все-таки каким-то образом все изменится к лучшему. У нас будет своя база, у нас как-то будет место, где мы своих студентов сможем почаще собирать вместе, чтобы у нас и взаимозаменяемость была, и какие-то сообщения, какие-то интересные объявления, информация вся, которая исходит из совета, чтобы она доходила до каждого. Ну я очень надеюсь, что это будет в будущем. Я вообще надеюсь на то, что наш университет, мы же его и создавали, для того, чтобы там, это вот только основное направление сейчас развивается, работа с пожилыми людьми, вышедшими на заслуженный отдых. А мы же планируем, чтобы в этом университете учились и люди разных возрастов. Остается лишь пожелать трудолюбия и удачи народному университету, чтобы подняться на новый уровень и ставить планку еще выше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова